Вести ответственность за брошенные автомобили хотят парламентарии края. Машины-подснежники создают дополнительную нагрузку на дворы, мешают проезду скорой и пожарных расчетов, сообщают журналисты аргументов и фактов Алтай. На прием к председателю КЗС Александру Романенко обратился житель Барнаула, который обратил внимание на эту проблему. По закону убрать брошенный во дворе автомобиль невозможно. Спикер Краевого парламента ответил, что этой проблемой уже занимаются барнаульские депутаты, и Краевой парламент готов оказать им содействие в разработке соответствующей законодательной инициативы. Бичане обеспокоены вырубкой деревьев в Дендропарке. Жительница Наукограда поделилась с редакцией Бийского рабочего видеоматериалом, на котором видно, что в Заречном Дендропарке идет вырубка леса. Как прокомментировал ситуацию директор предприятия, обслуживающего городские леса, читайте на страницах Бийского рабочего. Барнаульцы ломают руки и ноги на остановках и во дворах. Ежедневно в травмпункты обращаются 8-10 человек. 309 жителей города пострадали при падении во дворах и междворовых проездах, сообщают корреспонденты московского комсомольца на Алтае. Кто виноват и что делать, если получил травму? На эти вечные два вопроса ответ найдете на страницах московского комсомольца. Барнаульские родители жалуются на то, что не могут отказаться от школьных обедов. Жительница Барнаула рассказала корреспондентам информационного портала Толк, что все ее попытки договориться с администрацией учебного заведения об отказе питаться в школьной столовой не принесли результатов. Почему женщине отказали и что думают по этому поводу власти города, читайте на Толке. А теперь к теме праздничные. 67 крещенских купелей оборудуют в Алтайском крае, об этом сообщает полиция Брун. Спасатели сейчас проверяют площадки на безопасность. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах. В каких местах Барнаула, Рыбцовская и Новоалтайска можно окунуться в прорубь, что называется официально, и во сколько начнутся праздничные мероприятия, читайте на Полиции Брун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова